А ты знаешь Олега Тинькова? Вообще слышал о нем? Нет. Вообще никогда? Серьезно? Ты шутишь? Есть? А звук китет? Хлопнуть? Да. Приветствую, ребят. Мы сейчас с Женей. Жень, привет. В кадр. Мы сейчас с Женей в кабинете у Олега Тинькова. Ждем. Там лекция была открытая для инвесторов и журналистов. Он сейчас попрощается с ними. Прикольно. Жду его здесь. Еще несколько лет назад следил за его передачей. Было интересно. Мне это казалось чем-то недосягаемым. А сейчас уже есть возможность пообщаться и позадавать вопросы, которые меня интересуют. Ну и, надеюсь, вам они будут тоже интересны. Весь этот диалог, который у нас получится. Поснимай пока. Прикольно. Есть возможность. Он не против был. Такой огромный кабинет. Ну, если честно, все это впечатляет. Прикольно. Витражные окна. Красиво. Я бы очень хотел, чтобы у меня был такой офис. Покажи, покажи вокруг. Прикольно как. Переговорная. Вот здесь прикольная тоже. Я думаю, так никто не показывал еще. Вот здесь. Я не понимаю до сих пор, почему у нас наших успешных бизнесменов не показывают в пример молодежи и не снимают про них передачи. Практически никого не осталось. Весь прикол в том, что, когда я говорил про него для своих подписчиков, реально дофига народу о нем не знают. Хотя очень странно. Мне почему-то казалось, что о нем уже знают все. Вообще, если честно, интересно вот один из вопросов ему задать. Вот. Ну, реально круто, да? Вот это все очень дорого. Круто. Человек достиг. Заслуженно. Все это есть. Ну, блядь, когда он успевает насладиться этим? Ну вот, наконец-то получилось. Благодаря, кстати, вашей помощи. Не все подписаны на мой инстаграм. Поэтому многие не знают. Я немножко расскажу. В инстаграме я попросил своих подписчиков писать Олегу Тинькову «Дай хочу» хэштег. И здорово, что отреагировали так как-то по-современному. Не ушли, не закрылись. Я, если честно, этого и ожидал. Вот. Потому что я слежу за вами давно. И было здорово. Я думал, вот попробуй вот такой креатив. Вот как он это подхватит? Я понял, что вы сначала не поняли, что вообще происходит. А потом, видимо, из отдела маркетинга пришли, рассказали и объяснили, что интересная тема. Ну, ты в какой-то части слукавил. Если за мной следишь, ты знаешь, что я достаточно открытый. Вот. И поэтому у меня никаких проблем встретиться и откликнуться. Я всегда откликаюсь. Я не первый далеко раз с блогером встречаюсь. Вот. Феномен, конечно, хэштега меня поразило и количество подписчиков. Я даже там посмеялся. Я же сам веду инстаграм. Я говорю, ну, давайте там с 10 тысяч подпишется, то я дам. 14 тысяч. Подписалось сразу, да, за один день 10, на второй день еще там типа 5. Это действительно было феномен. Я сказал, ну, слушайте, я же пацан сказал, пацан сделал. Я сибиряк. У нас тоже за слова отвечают, как и у вас. Поэтому я сказал, давайте встретимся. Не было обидно, что мало попросили. Надо было 100 тысяч просить. Была такая мысль. Была такая мысль. Ну, надеюсь, после интервью сейчас на YouTube, так сказать, Эд Олег Тиньков, там добавится чуть-чуть. Мне, кстати, еще просьба. Вот они думают, что это рекламная компания, за которую вы мне заплатили, и я такую многоходовку разыгрываю. Вот подтвердите, честное слово, что не так это. Я, кстати, когда зашел к тебе на профайл, там видел, ну, там немножко почитал, как сказать, комментарии. Там действительно такие видел. Ну, это просто, понимаешь, разубеждать кого-то, это дело, наверное, неправильно. Мне кажется, люди думают в силу собственной испорченности. Меня тоже часто обвиняют, там, ты плохо людям платишь, или там, ты там выгоняешь всех, или там, ты на всех орешь, там, ну, так далее. То есть, а я иногда думаю, если человек, вот он живет со своими какими-то убеждениями, значит, он бы поступил бы, или там, ты там с телками, с проститутками на джете летишь, там, там, кокаин, у тебя сосут, там, понимаешь, там. Это вот у них понимание предпринимателя, у которого там миллиард долларов, да. Но если они живут с этим пониманием, let it be, пусть они с этим живут. Если кто считает, что я тебе заплатил денег, ну, что называется, мне их жалко. Я вам заявляю, что Амирана, я вижу, вообще впервые три минуты, как я с ним знаком, а деньги он нам никакие не платил, и, а, кстати... И вы мне не платили. Да, и я не платил. А, кстати, может быть, хорошая идея, после этого сейчас посмотрим, как это пойдет, мы у тебя рекламу какую-нибудь разместим. Вполне возможно. Мне, кстати, приходил как-то запрос, ну, по цене не договорились. У вас очень экономные, да, ребята. Ну, у нас эффективно, это называется эффективно. Не, ну, смотри, я очень горд своей компанией, потому что ты там презентацию небольшую видел про нашу организацию. У нас из топ-20 людей осталось там типа 18 за 10 лет, и 10 лет исполняется в ноябре. То есть у меня стабильный коллектив, и мы никогда, так сказать, не обижаем своих сотрудников, коллег, и хорошо к ним относимся. И они платят нам своей, так сказать, назад, они очень эффективно относятся к бизнесу, как к своему. То есть у нас девушки, Виктория, там, Маша, которые ведут наши соц.мидиа, они, конечно, не будут разбрасываться деньгами, в отличие от наших коллег с большими брендами, бюджетами им там, так сказать. Но надо что-то придумать, надо что-то придумать. Кстати, на всякий случай, для подводки еще скажу, мне было удивительно, многие люди, молодые ребята вас не знают. Хотя мне почему-то казалось, что вас знают все. И писали, кто это, зачем и так далее. Ну, может, совсем молодежь тебя какая-то там следует? Она разная, а платежеспособная, взрослая тоже достаточно. Ну, слушай, я тоже тебя не знал, да, и меня потом все зачморили в нашем офисе. У нас средний возраст сотрудников, да, 4 минуты, вилки молодые. Они говорят, как же, он известный. А я вот посыпаю голову седую седым пеплом, я уже, конечно, отстаю. Мне еще сказали, там, еще какой-то есть феномен, Горбачева некая и так далее. То есть это, конечно, что-то, что прошло мимо меня. И, надеюсь, об этом в бизнес-секретах мы поговорим. В моей передаче я пользуюсь случаем. Да, можно так сказать, Олег в итоге дает Хачу, а Хач дает Олегу. То есть мы обязательно это замутим. Ну, для меня это, да, некий феномен, который на глазах случается и прошел мимо меня. Я, честно говоря, впечатлен масштабами. И, отвечая на твой вопрос, я думаю, что все-таки там много вот таких совсем, как-то, типа, скажем, 15-16 лет, нет? Вот они, наверное, не знают. А все-таки те, кто 25-35, но они, понимаешь, там, пили пиво, наверное, мое, там, Тинькофф или еще что-то. Если можно, небольшую экскурсию. Мне уже помощница сказала, что у вас есть трон. Нет, ну, про трон отдельно расскажу. Трон не мой. Дело в том, что, предыстория, все строят офисы, ну, не все, в большинстве, в таком западном стиле. Там скандинавский стал, американский стиль, все. Я говорю, слушайте, ну, мы живем в России, давайте русский стиль. И, как ты видел, в офисе мы сделали русские народные сказки в виде, все-таки мы современный банк, в виде этих самых, как называется, господи, с пульверизатором, что она сделала? Пш-пш-пш-пш-пш-пш-чала. Граффити. Граффити, спасибо. В стиле граффити сказки, русская печка, значит, кухня там и так далее, так далее. Они говорят, ну, Олег, а тебе нужно сделать это царские палаки. И это как прикол, а потом думаю, да, давайте. И они вот, видите, разрисовали, то есть это вот люди, которые, кстати, храм Христа спасителя, они разрисовали такие вязь такую русскую, узоры. А, то есть это разрисовано вручную? Это вручную, и более того, это на золоте, это нескромно. Но, понимаешь, я следовал как бы логике дизайнера. Василий Шпритт, петербургский дизайнер, предложил эту идею, да, так сказать, русского народного стиля. То есть это золото, да? Да. Сусальное, вот. И, соответственно, это мой такой бодуар, здесь французский бодуар, я так и поясню. Здесь я вижу, как зрители начинают за эти защитники животных бомбить. Здесь, да, здесь у нас, так сказать, ну я купил уж, не знаю, я никого не убивал, так купил два... Это коровы, да? Наверное, не задумывался. Два кресла. Вот, и, соответственно, здесь у меня более такие интимные встречи, вот, например, с тобой мы здесь сейчас можем сесть. Вот, ну где угодно. А это вот тот трон, если интересно. А этот трон, я не знаю, чем он известен, но он на самом деле глупый, потому что мне его жена подарила, ну, знаете, подарить на день рождения человеку, типа меня, всегда сложно. Вот я тоже сейчас, вот мне сейчас пару друзей было, они 50-летие, блин, голову сломаешь. Ну, обеспеченные вроде, да? Ну, она, и она, видать, тоже что-то не нашла ничего лучше, как, побывав в этих интерьеров, подарила мне трон. Это некий подкол с своей стороны? Наверное, да. И я ему сказал, слушайте, ну, я его точно домой не потащу. Ну, уж подарили вроде золото тоже, ну, и пускай стоит. Но, объективности ради, я тут никогда не сижу, я стараюсь себя гостей туда усаживать, потому что я говорю, нет-нет, мое любимое кресло вот с животными как раз, или диван. Ну, да, трон, но он, так сказать... Вот этот эпатаж какой-то в образе, в имидже, он, как вообще, сказывается только с лучшей стороны, или все-таки вот с двух? Понимаешь, дело даже не в том, что это эпатаж какой-то, для некоторых это эпатаж, а для меня это нормальная... Для обывателей эпатаж. Да, для меня это нормальная... Да, я часто читаю там... Я раньше, кстати, говорю про соцсв... Я начал с журнала, потом фейсбук, потом я всем увлекался, твиттер, у меня на твиттере там 200 и то, что там, тысяч подписчиков больше. Сейчас я все забросил, мне надоело, я веду только инстаграм. Ну, что, что-то сфотов, кстати, сегодня выложил. Сфотов, так сказать, забабахал, и ладно. Вот, так вот, я читаю, естественно, и сейчас говорят, там, вот он понтуется, он понты... Ну, это понятно, опять же, это отношение к небожителю. Не думаешь, если у человека, там, 100 миллионов, там, я не знаю, там, 500 миллионов, то он штаны через голову одевает, а говно его не воняет, понимаешь, там, и так далее, так далее. Вот, принцесса, там, не пукает, да, соответственно, у них... И они вот это, все, что я не скажу, они говорят, ну, понты. А на самом деле, это просто мое нормальное поведение, если оно кого-то шокирует и кто-то считает это эпатажным, на мой взгляд, мне их жалко, потому что... Я там не пытаюсь кого-то удивить или что-то там, знаешь, вот... Ну, то есть, подарила мне жена трон, блин, ну, я его себе поставил. Теперь вокруг этого какая-то уже история появилась. Что-то, нужно сказать, понты у него. Ну, а что, мне его выкинуть на помойку, что ли? Я, кстати, когда сел и подумал, а вот с кем бы я хотел бы... Мысль появилась за чашкой чая, с кем бы хотел сделать интервью? Вот с известным, с интересным, с успешным, кому бы и зрителю было интересно посмотреть. И я вспомнил, за кем я сам следил в свое время, успешными бизнесменами в России. Это было три фамилии. Тинькофф, Полонский, Чичваркин. Один сидит, другой в бегах, остались только вы. Вот у нас почему не любят, и в итоге какая-то закономерность появляется, что эпатажные, успешные бизнесмены в итоге страдают? С чем это связано, как вы считаете? Ну, там разные причины. У одного одна, на самом деле, у другого там другая. Мне кажется, это... Не взаимосвязь. Единой взаимосвязи и нет. Ну, и плюс, если нас так сравнить, меня любят сравнивать с Галицким, это магнит-владелец, скорее, с Воложем, Яндекса и так далее. Они не такие известны среди молодежи. Да, но слушайте, я все-таки такого уровня эпатажа не делал, как Серега Полонский, надеюсь, желаем поскорее из тюрьмы выйти, так сказать. Но он там делал вещи такие, на мой взгляд, за грани, особенно в последнее время со своего юга. Я же, конечно, такие вещи никогда не выкидывал, так сказать. У меня были какие-то... Вокруг у меня больше мифов, чем реальности. На самом деле, я послушал чуть-чуть нашу аналитическую встречу. Просто у нас день аналитика, поэтому я обычно одет примерно как ты. Я просто говорю то, что я думаю. Зачастую идет такая компиляция. Вот, например, я только что выступал перед студентом из Колково, была отличная встреча, а по итогу его мудацкий журнал, слон такой есть. Ну, мудацкий, на мой взгляд. Потому что они взяли и вытащили вот там вопросы-ответы. Ты когда отвечаешь, ты всегда там, во-первых, развернуто. Во-вторых, ты отвечаешь быстро, и ты же надо с листа. Можешь как-то неудачно фразу сформулировать. А они вот все, что самое-самое плохое, вот так выставили там. Он ненавидит людей, которые уходят с 19 часов. И так далее. Но это вытащена из контекста. Одна фраза из параграфа. Но зато именно эта фраза была в заголовке, везде вирусно сработала. Ну, это журналисты так работают. Они из меня просто пытаются такого делать. На самом деле, как ты только что видел. Ну да, все очень скромно. Аналитика у нас, я достаточно, на мой взгляд, вменяемый человек, не побоюсь этого слова, разумный. И, конечно же, я просто веду себя достаточно открыто. Вот ты позвонил, я посетился. Я думаю, что если ты позвонил, наверное, владельцу банка какого-то другого, ну, например, Альфа, или, например, русские стандарты, я думаю, что пиар-служба сказал бы, да не, не надо, ты что, это там, какой-то блогер, непонятный. То есть дневник хача, непонятный репутация. Не надо, да-да-да, что-нибудь такое было бы. У меня в этом смысле никаких проблем нет. У меня ребята все тут молодые, продвинутые. И я сам, слушай, спокойнее. Вот это не помогает, понимаешь? Завтра напишут, Тинькофф что-нибудь там с хачами, вошел в сделку, блин, там. Продал родину и так далее. Поэтому, короче говоря, отвечаю кратко. Мифы, мифы, не верьте мифам. Любые вопросы, любые ответы, хочешь, где сиди. Не работай. Я здесь немножко странно чувствую, потому что, в общем и целом, уже последние несколько лет, когда я сделал этот Digital Bank, я тоже стал вот так неформально одеваться. И сегодня... А мне кажется, костюм это сковывает, то есть он сковывает твои мысли, на мой взгляд. И сковывает... Это же отображение тоже твоего мышления. Когда я вот тоже одеваюсь, я casual всегда тоже, джинсы там, то есть кроссовки. То есть я сижу в офисе, и у меня как-то вот, я и думаю, посвободнее. По полету творчества. А вот когда я в костюме, я как-то раз сразу ограничился. Ну, это просто бросается в глаза, и не могу не спросить, что с ногой. Да, да это тупо... У меня велокоманда сейчас своя есть, у меня там целая куча интересов. Первая в мире она на самом деле сейчас, и уникальность в том, что мы по рейтингу первая в мире велокоманда сейчас... Просто поясни для зрителя, Олег инвестирует в велокоманду, в мировую, да? Да, Тинькофф, мировая. А и первое, и второе место тоже наши. Саган, Питер и Альберто Кантадор. То есть мы, может, Тур-де-Франс выиграем, может быть, в июле следите за нами, болейте. То есть, и поскольку я являюсь владельцем этой команды, наш спонсор Special Ice, ну, все, наверное, знают этот велик американский знаменитый. Они мне подарили электробайк ровно пять недель назад. И вот еще неделю осталось с костыликами. Я никогда в жизни не ездил на электробайке аккуратно. Я когда крутанул, я упал, на первых... Я проехал на велосипеде, я так посчитал, где-то 200-300 тысяч километров. Потому что я занимался велоспортом сам и много езжу. Я езжу каждое лето по 5-6-7 тысяч километров и так далее. А когда-то, когда гонялся, ездил по 25 тысяч километров. Думайся, да? Не каждая машина зато проезжает, как люди говорят. Так вот, у меня есть некий инстинкт поехать на велосипеде. Соответственно, и тут инстинкт. Я крутанул, ну, а там электромотор. Я вообще этого не понимал, что это просто машина. Он ускоряется, как мотоцикл. И там была какая-то... Я просто в стену влетел, мгновенно упал и сломал плюсневую кость тут же. Это была какая-то фантастика. Мне тоже жена говорит, слушай, ты ездишь там где-то по перевалам, по горам, по 6 часов возвращаешься и весь там... Я обманулся перед этим серпантином, ну, понимаешь, да? А тут я поехал, на самом деле, поехал в магазин просто. Хотел там купить какие-то вещи, там улетали в Москву. В Италии было. И я врезался в горы, упал. Люди себе что-то придумывают, начинают тебя оскорблять, завидовать, ненавидеть на ровном месте. Просто ты думаешь, я тебе ничего плохого не сделал, а ты меня так ненавидишь и тратишь время. Представь теперь, подумай обо мне. Вот почему у нас такая ситуация и вот как вы сами для себя к этому относитесь? Глубокий вопрос. Наверное, до утра я расскажу, во-первых, что я делаю, а потом, так сказать, что я продумаю. Ну, во-первых, если я могу тут менторствовать, так сказать, я думаю, нужно тебе просто про это не париться. Потому что я где-то лет... Я стал популярным, в смысле, там, лет 10, когда я стал пиво делать, там, реклама по телевизору пошла, Тинькофф, а, Тинькофф, это ты там. Я помню, как сейчас я выписывал билет по телефону, тогда еще помните, билеты по телефону покупали. Я говорю, Тинькофф, там, она как там, ТИН, она как, а, как пиво, что ли? Я говорю, ну, вот это я понял, что я стал популярным. Я говорю, да, как пиво, только В на конце. Так вот, я перестал париться, а что я делаю? Я когда читаю отзывы, иногда я читаю, но чтобы понимать контекст, я делю все. Я вот все хвалебное отбрасываю. Вот, Олег, ты гений, ты лучший предприниматель России, просто забыть. И вот там, мудак, козел, пидор, там, ну, это отдельная тема про пидора, можем потом поговорить. И это в другая. То есть я стараюсь какие-то вот такие вот вещи читать, которые, мне кажется, здравые. Потому что все вот эти полярные мнения, они не очень интересны. Плюс нужно, конечно, толстую шкуру иметь. То есть ты должен это, если ты начнешь про это, ну, париться и про это думать. Ну, первое время выбивалось. Тебя разорвет голова, ты должен прекращать это читать, ты должен комменты отключать и так далее. У меня без проблем, я читаю комменты, потому что мне не парит. А когда вот вы опять пишете сам гондон, мудак, это цель какая? Просто тоже энергию обратно отдать? С одной стороны, да, но я это все меньше и меньше делаю. И, кстати, последний, я сильно поменял стратегию соцмедиа. Я последние 8 месяцев, время быстро летит, 8 месяцев с октября 15-го не веду сам ни Фейсбук, ни Твиттер, ничего, опять же, кроме Инстаграма. Я точно ничего не пишу вот там. Ну, соответственно, пресс-служба там что-то публикует или я делаю эти какие-то ссылки туда просто. Так вот, я стараюсь не отвечать. Вот этот сам гондон я уже много-много времени не отвечал, уже давно нет. Я сейчас просто постараюсь удалять сразу, ну, если там он совсем... У меня был какой посыл, потому что человек пришел, увидел, что я публично, это 2-3 года назад. Он на меня наехал и понимает, что он обязательно наказанно останется. Он сказал, ты, пидор, конченый, там, ты там, в жопу тебя все ебали, там, мы это знаем, там, еще... И все, и такой радостный сидит. А я ему... А он думает, что я или ведет пиар-службу, или я ему никогда не отвечу. А я ему пишу в ответ. А я там, ну, сейчас зайдешься, профайл посмотришь, найдешь к чему там, сказать, а ты, сука, жирная скотина такая, сходи лучше в спортзал, и вообще, блядь, тебе бабы, наверное, не дают, да? Все. Я представляю его рожу экрана, что как я его обосрал, и мне это доставило тоже удовольствие, да? Нет, потому что я ему ответил. Но сейчас я это перестал делать, потому что... А сейчас другая ситуация, они сейчас этого добиваются специально, чтобы потом показать... Вот эти пранкеры, да, хейтеры, хейтеры, чтобы показать, смотри, я его спровоцировал, он мне ответил сам. Буду знать, тем более теперь не буду отвечать. Не, я как-то, у меня сейчас выработался инстинкт удалять. Но надо отдать должное инстаграмовцам, молодцы, там нормальные какие-то комментарии, то есть у меня ребята нормально в инстаграме пишут. Самые херовые, я думаю, под этим видео все покажутся. У меня вот самый трэш-трэш, ад, адский, это ютюб, вот все, что... Но я не понимаю, почему. Мне кажется, там самые долбоебые просто какие-то. Там самые злые. А там потом идет ВК, потом идет Фейсбук уже, а потом Твиттер, тоже жесть, потом Фейсбук это уже более самое нормальное, ну и Инстаграм это вообще уже самое... Фейсбуки нормально, потому что не позволяют левым профайлам существовать. Поэтому ты лично знаешь, кто тебя оскорбляет, и человек уже как-то не рискует. Не, ну это да, а вот эти все, конечно, Ютюб это вообще жесть какая-то. Там почитаешь внизу, вот посмотрите, что написано внизу, это же волосы дыбом встану. Жить не захочешь, потому что не думать про это. В Форбсе я уже читал, что полмиллиарда актив, правильно? Или уже больше, или миллиард? Да. Слушай, у меня же акции торгуются на бирже, у меня сейчас тогда, когда писал Форбс, стоило... Но сейчас это не только миллиардер или еще нет? Я не думаю... У меня там, если учитывая мои котировки, не знаю, 700 миллионов, может, долларов. То есть почти? Не миллиардер точно. Но был, у меня когда-то в пик было два... Понимаешь, почему я к этим, надо понимать, как к Форбсу относиться. Вы должны понимать, что это абстрактные цифры, то есть берут свои котировки на бирже, как у меня. У меня вообще самая простая оценка меня, потому что в Лондоне торгуется биржа, банк. А остальных они вообще берут, как оценивают. Вот так, вот сколько стоит вот это здание? Ну, например, 30 миллионов. Вот это его. Примерно они там как-то... То есть если он продаст... При этом они не понимают, сколько у него долгов. Поэтому это все эти оценки олигархические, которые вы видите. Не надо так сильно болеть. Если у тебя в кошельке лежит 200 долларов, ну или в данном случае 10 тысяч рублей, а ты читаешь, что там у Терипаски 9 миллиардов, это совсем не значит, что у него 9 миллиардов в кошельке. Это некая абстрактная оценка. В этом смысле оно у меня поднималось там 2,5 я стоил. Сейчас там писали 500, сейчас может 700. Это все так, знаешь, это не кэш в банке и это не кэш в кошельке. Это некая оценка. Тинькофф приложил палец. И я потом кидаю между, так сказать, вот они счета они у меня все. Видишь, у меня фунтовый счет вот тут. 33, 62 тысячи, 20 евро. Вот я... И я начинаю вот там оплатить. Вот у меня все это дети забиты, жены, что хочешь. То есть коммунальный интернет, да, все. Короче говоря, я... Часто приходится детям? Часто, да. Вот так вот. Все, я еду в машине, детям, женам всем отправил. Папа денег, да. То есть, понимаешь, вот этот вот кэш я вообще в руках не держу. Я его единственное, что иду, поскольку у нас снятие в любом банкомате мира бесплатное. Я спускаюсь вниз, стоит Райфайзеновский у нас банкомат. Я снял там 20 тысяч, положил. Я только на чаевые. А как бы мне кэш не нужен. Ну, наркотики я... Я не модный, кокаин не нюхаю, так сказать, там. И как бы мне куда платить? В баре, кстати, в который я пойду там, в дискотеку, я там карточкой заплачу. Нет, нет. А вот у меня сейчас тоже как бы, ну, появилась возможность зарабатывать неплохо относительно того, что было раньше. И в итоге приходишь и понимаешь то, что раньше была иллюзия, что вот когда будет много денег, ты будешь кайфовать, наслаждаться, прям покупать себе что-то, от этого кайфовать. А приходится работать еще больше, да? Да, приходится, понимаешь, ты вкалываешь, ты получаешь, да, серьезные какие-то деньги, но ты не получаешь уже от них удовольствие. Ты покупаешь себе что-то, ты не получаешь от этого такого удовольствия, которое ожидал. Вот на этом уровне, высоком, какая вообще мотивация, какой смысл? Вот уже что, самолет может так вштырить? Не, ну, понятно. Вот что? Не, ну, смотри, я вообще не верю в то, на обывательском уровне, я так понимаю, как и бизнес-секреты мою передачу, так это, наверное, все-таки молодежь в большей степени смотрит, да, все-таки думает. И в этом смысле можно поменторствовать. Я считаю, что материальная мотивация – это неправильная вещь. Конечно, она тебе может держать какой-то короткий промежуток времени, ну, там, заработать на квартиру, да, на машину, еще на что-то. То есть делать какие-то серьезные вещи на материальной, так сказать, мотивации невозможно. Тебя мотивирует несколько комплекс вещей других, мы говорили, эго, стать лучше, чем твой конкурент, сделать лучший продукт, стать номером один, будь ты блогер или банкир, так сказать. Сделать, меня лично мотивирует сделать крутой продукт. Вот когда я читаю, что про наш Тинькофф Блэк, мы вторые на сайте банки.ру по сервису, по уровню, можешь пойти посмотреть. Вот, и там пишут, Олег, карта, спасибо, да, 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 вот это для меня очень круто. То есть сделать хороший продукт для людей. Признание. Признание, потом эго, потом вот ты пришел на интервью, ну, это же так прекрасно, потому что ты там большой блогер, знаменитый, озаботился прийти ко мне, так сказать. Ну, это прикольно, значит, я что-то в жизни добился, да. То есть там комплекс, потом, значит, девушки красивые на тебя по-другому смотрят, они сразу так за тебя заглядывают, они тебя все хотят уже, типа там, знаешь. Вот, как бы это же все прикольно, мужчины мотивируют такие вещи, девушки на него смотрят влюбленными глазами, так сказать, жена тебя тоже, детям, кстати, это офигенно, ну, там уже, наверное, опять же, аудитория не та. Ну да, аудитория не та, ну, поверь мне, когда подрастаешь, вот ты говоришь, а как на тебя смотрят твои дети, сыновья, да, то есть ты для них какой-то некий там ориентир, да, и так далее, и так далее. Это все очень сложный комплекс такой мотивации, который тебя мотивирует. Ну, я такого не встретил, чтобы мотивировали вот нули, нули там, или миллиарды, это вообще какие-то больные люди должны быть, то есть, ну, потому что это же, конечно, не так. То есть деньги, они не мотивируют после… Когда возникает… После, я думаю, что там, не трудно сказать цифры, но я думаю, после миллиона долларов, наверное, деньги уже не мотивируют. То есть нас мотивирует что-то делать. То есть, ну, а какая альтернатива? Лечь на пляж, ну, сколько ты пролежишь в Гуа, там, даже на Мальдивах, на Мальдивах тем более, ты сколько там пролежишь? Две недели, три недели. Там, то есть я думаю про яхту, ну, представьте все жизни, мы об этой жизни, наверное, ну, не все многие мечтают, вот быть на яхте. Офигенная штука, я только что был на яхте с детьми, там, с женой, мы были 72 метра. Это огромная яхта. Наверное, было скучно. Не, отлично, я бы вот сейчас еще полетел, но это неделя, все, понимаешь, я потом уже убегал с нее на седьмой день. То есть, ну, сейчас вот прошло три месяца, может быть, еще съездил бы, ну, уже не в Таиланд, а там, например, не знаю, там, на Сардинию. То есть, ты не можешь на яхте, там, миллиардер, лежит, джизлонги такой, знаешь, там все, там, телки ходят, коктейли подают. То есть, в таком состоянии нормальный, на мой взгляд, не больной человек не может находиться больше… Окей, две недели давай дадим. Ну, после двух недель ты просто начинаешь, ты понимаешь, что надо? Делать что-то. Что ты можешь делать? Ну, вот, что касается инстинктов, вы сказали уже, да, собственно, вот они закрываются, и, собственно, все, дальше уже это неинтересно. А всегда есть претензия… Пирамида Маслова. Да, да, всегда есть претензия к успешным людям, и мне уже начинают это тоже говорить, что… А что ты делаешь теперь на человеческом уровне? Для общества. Да, что ты делаешь на человеческом уровне? Вот ты показываешь, как ты там жрешь, спишь, гуляешь, тусишь с девочками, сделаешь что-то полезное. Позыв действительно появляется. И вот вы лично сами куда эту энергию направляете? Что касается тебе, я могу сказать, ты делаешь что-то полезное, ты сейчас пришел к предпринимателю, да, который там не украл денег у государства, как 99% в этой стране, к сожалению, да, или там раздербанил там приватизацию, а что ты заработал, и ты на моем примере показываешь, что можно самому заработать, к этому нужно стремиться и быть предпринимателем. Это не обязательно послать себя в жопу или еще что-то, а это какая-то воля, или там блевать с яхты, да, а это какая-то, ну, миссия тоже. И это интересно, это бизнес-процесс, удовлетворение клиентов, это достижение, так сказать, каких-то там амбиций, удовлетворение собственного я и так далее. То есть то, что ты сейчас делаешь, это и есть, мне кажется, вот это передача социальная, да, там несколько твоих посмотрел, они такие, на мой взгляд, носили какие-то там развлекательные больше характеры, а это как раз-таки вот социальные, на мой взгляд. Что касается меня, я, естественно, тоже делал какие-то вещи, как говорится, не принято про благотворительность говорить, но поскольку на моем инстаграме я там, я долго думал делать мне ли это, ну, именно я поэтому сделал, потому что мне часто там вот эти всякие лохи пишут там, ну, другого слова нет. Вот ты там весь миллиардер, а что ты сделал в своей жизни? Построй там в своем родном городе школу. А я в своем родном Ленске-Кузнецком только что за 2 миллиона долларов построил новую школу. И в инстаграме, там есть там 5 назад картинок, там есть все с детьми, с женой, там мне дали там, Тулеев подарил Кемеровскую область, там я стал заслуженным жителем Кузбасса, там и все, моей маме медаль дали, так сказать, и так далее, и так далее. То есть, ну, дело не в медалях и то, что далее, а мне было внутреннее ощущение, что я хочу в школе, в которой учился мой отец, я сам, школа построена в 30 там, в каком-то году, я приехал туда, и она стоит такая разваленная, а там бараки эти, это у нас Ленинск-Кузнецкий, это 10 шахт, там шахтерский поселок в Кемеровской области. Говорю, боже мой, дети до сих пор сходят? А я был с дочкой, с Дашей со старшиной, как папа, говорит, ну нифига школа, она в Англии уже училась. Мне так стыдно стало перед дочкой, короче, я ее сломал, все, построил новую школу. Например, или я приехав из Питера, я вообще, я сибирский родился, но я как бы вырос в Питере, я считаю себя петербуржцем, так сказать, и так далее. Вот я там, во всяком случае, становление получил, я приехал, в Питере как-то церковь восстанавливали, что-то было, а тут я как-то шел за Москворечьей, такая красивая церковь, якобы по легенде, там еще и, не буду говорить какая, неважно, Иван Грозный в ней был. И она так, я говорю, ну е-мое, как-то синагоги красиво вот, евреи восстанавливают, там, так сказать, мечети вот большие строят, и слава Богу, и так далее. Как-то, ну что же это такое, ну за Москворечьей такая церковь стоит повалена, я вот ее восстанавливаю. То есть, естественно, мы делаем вещи социальные, вопрос, не надо никого убеждать в этом, что мы делаем, на мой взгляд, потому что в полемику это вступать. Потому что, опять же, нормальный человек, у которого есть нормальные жизненные принципы, а мне кажется, такие люди в основе своей добиваются успеха, во всяком случае, в последнее время, убираем всю эту 90-ю приватизационную историю, у них такие же нормальные, на мой взгляд, существуют инстинкты, а это дать что-то назад. А раз уж тогда коснулись церкви, вы, получается, верующий человек, да, вы верите в Бога? Ну, да, если я хожу в церковь, значит так. А можно на эту тему тоже какие-то вопросы? Ну, пожалуйста. Ну, я просто не верю, я атеист, модное слово такое сейчас, ну, чтобы просто охарактеризовать. Ну да, этот, как его раскрутил эту тему, как его... Познер. Познер, да, Познер сейчас. Я вообще считаю, я очень уважаю Познер, я с ним так шапочно знаком с Владимиром Владимировичем, он гениальный интервьюер, конечно, ну, наверное, лучше в России и так далее, и так далее. И вообще, я с большим интересом смотрю его передачи, но, как всегда, у каждого, наверное, у меня что-то есть в моих бизнес-секретах, там, в твоей передаче, у нас все какой-то есть какой-то комплекс, наверное, который мы его там пытаемся, и у меня, наверное, есть, скорее всего. Но у него вот этот комплекс, что он атеист, и что он не верит в Бога, он прямо в нем сидит, он что-то немножко уже поддостал. Как бы я уважаю то, что он атеист и не верит в Бога, и я как бы с этим согласен. Но он постоянно из передачи в передачу об этом говорит, он все время вытаскивает, у него все эти комментарии после передачи, это бывает на церковные часто темы, он с людьми, потом, когда кто-то ему тоже из интервью говорит, что он верит в Бога, его прямо видно, что его прямо передергивает. Ну, я не понимаю, это как комплексом можно назвать. Мне кажется, он слишком на этом запарился, и это единственная претензия к нему. Вот, поэтому, и видишь, ты тоже говоришь, Познер сразу. То, что ты атеист, или там агностик, уж там, я не знаю, как бы там по-разному, мне это совершенно не смущает, и ты не обязан ходить в церковь. Вот, ну, я тебя в моей системе координат, ты хуже от этого не стал. Я понимаю, спасибо. Я просто хотел задать вопрос, раз уж вы сами... Есть ощущение, что в системе координат Познера, человек, который к нему приходит, и он не атеист, становится хуже. Такое у меня ощущение сложится. Я думаю, слабее. Ведь здесь даже, он даже сам про это часто говорил, раз уж вы о нем сами заговорили, что религия нужна слабым людям. Некая надежда, вера про то, что будет все хорошо. Слушай, я думаю, что когда он будет насмерть... Я продолжу вопрос. Вот зачем это вам, человеку сильному, который всю жизнь борется, бьется с жизнью, добивается поставленных целей, причем больших высот, вас это подпитывает с какой точки зрения? Смотри, у меня, наверное, у каждого будет свой ответ. Мой ответ такой, может, он некрасивый, или немодный, или неправильный. Я родился в Сибири, я уже сказал, у меня была бабушка, она, кстати, на могиле еще побывала, Ксения. Она умерла 80 лет и так далее, и так далее. Родилась она в тысячу, вдумайся, в 800, в 99-м году. То есть она родилась в 19-м веке. Моя бабушка на 101-м году жизни недавно умерла. Вот тоже с 18-го, значит, века, да? Хотя не факт, это с 19-го. Ну, неважно, она с 19-го века. Она молилась все время. И я такой, она мне говорила, ну, ты там не Христ, туда-сюда, а ты сельский союз, Бог, и пионеры, комсомольцы мы там какие-то. Мне было это странно. Потом она говорит, нет, а то вот мы русские, православные должны быть там. Ну, я что-то бабушка. В какой-то момент я к этому пришел, когда я был студентом в Петербурге, и была перестройка, и какая-то волна началась к этому. Я мимо церкви шел, зашел, мне как-то понравились запахи как-то. Естественно, богослужение. Вот это вот, это же опера, по сути. Если так разобраться, это же опера, литургия, это опера. Это некая опера. Это же людям нравится опера. Мне это понравилось просто. А потом вспомнил бабушку, которая мне сказала, ты должен обязательно покреститься. А я покрестился в 21 год. И как-то я так стал ходить. Я там не причисляю себя к каким-то там, знаешь, к экстремистам, что называется. Я там пытаюсь соблюдать какие-то посты или какие-то вещи. Ну, конечно, вот, так сказать, если взять в этом спектре, я нараскоряю к флангу, так сказать, ну, если здесь атеисты, а здесь, так сказать, батюшка, да, то я, наверное, все-таки какой-то вот в левом спектре буду находиться. Но, тем не менее, конечно, пытаюсь. Для меня это было важно, потому что это часть моей культуры. Я, вот, ты хач, а я русский, понимаешь? Часть моей культуры, да? И это часть того, что бабушка моя, да? И мне показалось, вот это как-то правильно я своих детей привел. Будут они ходить в церковь? Не знаю. Но мне кажется, это какая-то идентичность, что ли. То есть, вот мой ответ. Это просто вот как-то, что называется, традиционно, что ли? Ощущение эмоций, эмоции какие-то дает? Ну, слушай, там есть разные вещи. Например, опять же, во время той же литургии, да, то есть ты можешь на самом деле, если задаться целью, вообще молитва – это вещь такая серьезная, там. Это не зря же у индусов, там, тем более у этих, как они, там… Мусульман? Нет, у индусов никто, они еще более… Ну, у индуизма, там, да, так сказать, которые ездят в Катманду, так как они эти, там… Они же там вообще впадают в полный транс, там, сказать, там, да, то есть себя доводят, так сказать. Потому что молитва – это некий транс, да, то есть ты можешь себя, безусловно, в какие-то там эзотерическом смысле там куда-то завести, там, да, и уйти вообще не понимая, потом ты вспомнишь, что ты в церкви вообще-то стоишь, да? То есть потому что это пение, запахи, служба. То есть там есть эзотерическая история некая, да, вот, и, в принципе, это дает, наверное, очищение какое-то тебе думать. То есть ты не думаешь про деньги, ты не думаешь про каналы или про подписчиков, ты думаешь про душу, да, извини про это выражение, вот. Поэтому, ну, я больше на это смотрю с традиционной точки зрения, я бы сказал, с эмоциональной, нежели с рациональной. Если же рационально, что мне это дает, да ничего мне это не дает, понимаешь? Ну, мне есть ощущение в какую-то силу духа. Потом, я все-таки верю, что, я верю в судьбу, в Дестине, и я считаю, что вот то, что я в какой-то момент там попал в аварию, с любимой девушкой моя погибла, вот, в Сибири, я уехал в Петербург и поступил в университет и так далее, так далее. То есть вот я вижу это как провидение, это Господь, Господь меня ведет. Вот я в это верю, понимаешь? Мне кажется, все, что с человеком происходит, все-таки это вот как-то ему предначертано. Блин, ну, здорово, что вы столько вкалываете и при этом говорите, что все равно судьба вас ведет. Вот эти вещи, например, не укладываются у меня. Ну, я не говорю, что я прав, я так думаю. Может быть, я не прав, понимаешь? Ну, я так думаю. Ну, если заканчивая с религией и вспоминали вы Познера, тогда еще один вопрос оттуда. Вот оказавшись перед Богом, что бы вы ему сказали? Ой, прости, Господи, грешил, 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 грешил. То есть я, конечно, великий грешник, и, конечно же, при всем при том, что я пытаюсь. Кстати говоря, это тоже определенная часть религии. Помогил себя, отпустил. Не в этом даже дело. Украл, помолил себя, отпустил. Все-таки она тебя во многом сдерживает, понимаешь? Это тоже сдерживающий фактор. Тут, понимаешь, девушки поменялись. В наше время мне проще было, у меня жена, что там не было таких соблазнов. Тогда же Шанели не было, так сказать, этих Таттлеров, журналов там не было. И все, мы как-то жили, мы в общаге жили, в общаге первые два года. Ну, квартирку я снимал. Ну, что-то как-то, я все время что-то покупал. Это же ей сплотило. Это да, это, знаешь, она меня помнит, там, в рваных штанах я ходил. А сейчас, конечно, все телочки сразу хотят им, там, Ауди купи, там, туда-сюда. Какой Ауди, Панамеру уже. А я вообще офигел, мне одна там что-то с ней разговаривал в баре. Она как-то ночью сказала машину такую, прям, прям, еще там марку мне назвала. Так, знаешь, ты говоришь, ты вообще был так. Я говорю, ни хрена у молодых какая, так сказать, а, Range Rover Sport, вот. Говорит, Range Rover Sport. Пробросила, красиво, да? Я говорю, а почему, не, она говорит, купи мне Range Rover Sport. Я говорю, а почему Range Rover Sport-то? Что же, какой-то запрос. Она говорит, ну, Шерлс Ройст я хочу купить, не на этом. Шутил. Ну, смешные. Ну, это, конечно, сильно, я очень люблю молодых, у меня в банке молодежь, все работаем, тут видел, гулял. Я вообще очень люблю молодых, я считаю, наговаривают все, у нас талантливая молодежь, офигенная, мне она нравится. Что мне не нравится, что, конечно, вот такая коммерциализация среди девушек стала особенно, потому что, ладно, мужчина не пытается заработать, там, это нормально, они же добытчики, да? Ну, как-то девушки должны, как-то, на мой взгляд, быть, все-таки, выбирать мужчину не потому, какой у него кошелек, и что он ей может купить и подарить, а все-таки, там, любит, не любит, нравится, там, какая-то химия, там, не знаю, там, фигура, там, тату, там, я не знаю, ну, как-то, ты все-таки на мужчину, купи мне Range Rover, то есть, и все, вот ей, понимаешь. А если купил Range Rover, делай, что хочу со мной, ну, это же какая-то проституция просто, по-моему, нет? И что делать? Менять это общество. Я не понимаю, почему у нас девушки так, ну, совсем оскотинились, если честно, просто мне как-то это, прям на глазах, я-то это поколение видел, я в Питере вот провел молодость. Какие ценности были? С 90-го, да, вот, так сказать, по сейчас, вот я вижу все, я до сих пор хожу в какие-то клубы, то есть, я сейчас так активно веду жизнь, ну, относительно, как, в клубы я хожу 4 раза в год, там, и так далее. Я могу сказать, я как-то вас видел в клубе со стороны, вы прям самец, вы прям взяли девочку и повезли к столу, к себе. Это можно говорить? Я могу вырезать это, если нет. Жена еще услышит, что такое, может, было. Ну, возможно, это не вы были. Возможно, не вы были. Нет, компания, может, какой-нибудь. Нет, я нормально себя чувствую, так сказать, вот, там, ко мне подходит, там, я подвожу, неважно, но, как бы, я все-таки, вот, я к тому, что я понимаю контент современный. Я же, там, не живу в Лондоне, или я не живу, не хожу, там, не знаю, хожу только, там, в ресторан Пушкин, тогда, не знаю, какой-то, понимаешь. Я хожу, я вижу, где молодежь, там, сказать, на какие-то рейф-пати, вот, недавно за меня занесло, вот, но, как бы, девушки как-то совсем меня печалят современные. Что вы им можете посоветовать, просто хотя бы, вот, задуматься или что? Выходите, ой, ладно, выходите, вообще неправильно. Живите с парнем по любви, потому что за бабки неправильно, это недолгосрочно, это краткосрочно. Что-то ломается в человеке, когда он за бабки. Потом будете жалеть, потом, представьте, вы от него ребенка родите, там, ну, нечаянно, или случайно, или не случайно. А потом ты понимаешь, что ты живешь с ребенком, а ребенок от человека, который, в принципе, там, ты его, там, уже ненавидишь, наверное, или не любишь. Как-то не рожать детей вне любви, это неправильно. Какие бы он тебе рейндж-роверы или панамеры не дарил, потому что это бред, на мой взгляд. Еще мне кажется, если честно, я вот заметил, девушки, которые делают только все ради денег, у них что-то ломается, и они теряют себя полностью. Они вот прям глаза стеклянные, и души нет. Ну, это вообще, конечно, куклы какие-то, они там мало того, что, там, сказать, эти ботоксы, там, губы, там, так сказать. Перестаньте губы делать, слушай, Москва вся губастая, наоборот, это как-то окуня морские все какие-то, хватит губы делать. Вы так красивые, русские девушки наши, там, российские девушки, не знаю, там, сказать, это неправильно сказать, на русские, потому что в России, именно в России вот эта смесь, вот эта вся она делает, ну, такие красивые все, зачем эти губы, блин. А мне одна там девушка говорит, помню, у нее такие хорошие такие сиськи, она говорит, как думаешь мне сиськи сделать побольше? Я говорю, господи, боже мой, блин, какие вопросы? Я говорю, что тебе не нравятся твои сиськи, у тебя нормальные сиськи? Ну, что-то вот у Машки там чуть побольше. Ну, то есть, вот это, что в наше время не было, это бред какой-то, просто, ну, господи, все вы и так красивые, до 30 лет все красивые в любом случае, на мой взгляд. Ну, если, конечно, ты там не перебираешь с общепитом, ты уже и так красивый, вот, до 30 лет, да что там, ну, так, чуть спортом надо заниматься, поддерживаться. Вот, и не надо никакие сиськи, не надо никакие губы, наоборот, мы вас любим за натуральность, девушка должна быть натуральная. Добрая и заботливая. Добрая и заботливая, будущая мама. Ну, вы уже заметили, да, что я задаю вопрос, который меня лично интересует, дорвался, что называется, но меня не простят зрители, они мне скажут, вот ты пришел к миллиардеру, он столько зарабатывает, вот как ты у него не спросил, я понимаю, что вопрос бессмысленный, но меня будут корить за это, спроси у него, как начать зарабатывать сразу. Вот я хочу зарабатывать денег, они постоянно ноют, что мне делать, куда пойти, ноют, ноют, ноют. Ты в этом смысле мой конкурент, это получается, потому что свои передачи бизнес, посмотрите передачи бизнес-секреты, там, начиная, там, с Мишей Фридманом интервью и так далее, там много ответов на этот вопрос, и я надеюсь, что у нас с Эмираном получится сейчас тоже замечательное интервью, и ты мне будешь на этот вопрос отвечать. Но мне кажется, что нужно попробовать, во-первых, нужно понимать, что предпринимателями, бизнесменами в простонародье становится, давайте так, 5 процентов, скажем, населения, там разные цифры есть, но я бы вот 5 поставил. Везде, в любой стране? Ну, там корреляция есть по странам, где-то побольше, где-то поменьше, но в основном 5,95. Конечно же, есть какие-то, например, там у азербайджанцев, там, или у армян, и у евреев, конечно же, и у вот эти очень сильные ливанцы, у них там торговые такие навыки, да, они любят, именно торговля причем, да, то есть это не совсем даже может какой-то предприниматель, с точки зрения, придумал бизнес, что-то построил, а именно вот, да, торговать, да, это их тема, да. Есть какие-то национальные там всплески, но, в общем, так, медиан такой, если взять весь мир, 5, поэтому ты должен попробовать. Сейчас сразу убили мотивацию, они подумали, 5 процентов. Нет, это неправильно, ну, 5 это на самом деле много, нужно попробовать, ты попробуй, получится, нет. Самое плохое, что ты можешь сделать, это не попробовать, нужно попробовать, попробовать свой видеоблог, попробовать свой банк, попробовать что-то, то есть получится, не получится, не знаю, но... А не получилось несколько раз, дальше пробовать имеет смысл? Плюс вот какой, где-то убил 5 процентов, но сегодня в момент, 5 процентов это генетически заложено, ну, как бы статистика, которая относится к капитализму и к следующемуся рынкам. Россия же новая, у нас рынки свободные, конкуренции нет, да, и, соответственно, в России это намного сейчас выше, почему, потому что нет конкуренции. Вот на конкурентном рынке это 5 процентов, ну, в США, да, или в Швейцарии, не знаю, а в России, когда все растет, воткнул палку, она зазеленела, то есть до сих пор надо понимать, что многие плачут, а я считаю, в России конкуренции нет. Вот на мой взгляд, в России конкуренции нет, ее просто нет, потому что, ну, вот, Амиран сделал канал, вот он полетел, да, с этим, тысячи подписчиков, еще что-то. Если ты что-то делаешь более или менее в этой стране сейчас правильно, что удовлетворяет потребности клиентов, вот именно у них такая есть потребность, например, там, смотреть твое интервью, или есть потребность, там, я не знаю, в кредитной карте, как я подумал, блин, все страны в пластике, а когда я пришел на рынок, было всего, тогда было, типа, там, кредитных карт 2 миллиона, сейчас кредитных карт, по-моему, 30 миллионов, то есть и так далее. То есть я думаю, их будет 100, как во всем мире, где-то один к одному. Я на чем-то остановился. По поводу того, что вот ее пробовать. А, пробовать обязательно нужно, и, так сказать, сейчас время хорошее, я думаю, что получится. Про краткосрочность, я хотел сказать, проблема, по моим наблюдениям, заключается в том, что многие ставят цели краткосрочные. Вот заработать, там, условно, наш миллион через, там, год или через три, вот это неправильно. Через месяц. Через месяц. Нужно как-то все-таки, потому что сейчас конкуренция все-таки в мое время, еще можно было, я начал бизнес в 92-м, ну, наверное, можно было миллион заработать там за месяц или за год. Все-таки, ну, там совсем трансформации были, такие тектонические сдвиги, потому что, слушай, была коммунистическая партия, стоял Ленин, потом бах, там уже это, пирожки продают, блядь. И так далее. Сейчас все-таки рынок какой-то есть, он не такая конкуренция, как в Швейцарии, опять же, или в Америке, или в Голландии, но какая-то уже есть. Поэтому надо все-таки там ставить себе какие-то цели, там, не знаю, там, три-пять лет. Цели должны быть более долгосрочные, и все у вас получится, обязательно попробуйте. Ну, вот самое сложное для них вот в завершении, они же, ну, чего, я вот попробовал, не получилось, руки опустились, где находить мотивацию себе опять пробовать? Три раза попробовал, не получилось, вот что здесь можно им посоветовать? Не мое, я не вхожу в эти пять процентов? Я просто сейчас понял про Артемия Лебедева, с которым вы записывали передачу, да, но не обязательно, что он мой кумир, да, так сказать, это не мой герой, но у него есть фраза, которая на самом деле в данном контексте... Мир тебе не обязан? Нет, лучше мне уже, ну, как-то пришло мне в голову, я должен сказать, как себя мотивирует? Да никак, оставайся в говне. Вот он там кому-то сказал, там, Артемия, как меня мотивирует? Он говорит, да никак, оставайся в говне. Я когда зашел к вам, меня впечатлило то, что реально очень много народу у вас тут, очень много, я не ожидал, что столько будет, как большой один колл-центр, небольшую экскурсию, можете показать? Да, пожалуйста. И как это все здесь вот устроено? У нас здесь девушки красивые, например. Картина очень крутая, это Терри, как его? Роджерс. Терри Роджерс. Причем оригинал. Вам лично делал, правильно? Ну нет, я его уже купил, я просто долго ждал. Это единственное в России, кстати, Терри Роджерс в оригинале. Он до сих пор еще крутой или уже все? Слушай, я как-то не слежу там за его крутостью, но он дорогой был тогда, сейчас я не знаю, надо посмотреть. Это вот такая картина, сотни там этих. Сколько стоит такая картина? Я ее за 400 тысяч купил. Долларов? Да. Но это оригинал. То есть она может уже и миллион стоить. Я не слежу, мне очень понравилось, потому что там, так сказать, с точки зрения цветов, с точки зрения фотографической точности, так сказать. Тут вот, что мы делали, вот моя команда, мы в том году Джерри Ди Италия выиграли, видите, первое, это уникальный кубок. Джерри Ди Италия – это парагонка после Тур-де-Франс. Вот, здесь у нас, так сказать, сидят... А мы идем. Здесь у нас сидят и работают. Всем привет. Всем привет, мы пошли. Здрасте, здрасте. Это знаменитый Амиран, он меня снимает в кино. А здесь у нас, кстати, мобильные разработчики, как раз, которые разработают. Все, что я хвалился, мы выиграли много-много. Артем, ты провел он там? Да. Вот. Это Артем, наш экспозитор. Это Амиран меня снимает. Здрасте. У меня будет еще 10 тысяч подписчиков. Вот. А здесь это мобильное приложение, вот я говорил, как раз вот это, ребята, вот это все Android, видите, а это все iOS. Вот, когда люди пользуются нашими мобильными приложениями и счастливы, это вот кто их делает. Посмотрите на героев, кто это все делает. Это малый и средний бизнес. Вот для предпринимателей мы говорили с Амираном. Вот это все СМИ мы запустили. Как мы сказали, у нас сейчас 100 тысяч уже клиентов. И мы сейчас даем по... То есть это ребят, которые по движениям занимаются? Что-то мы там, сколько-то, 5 тысяч клиентов или сколько-то в месяц сейчас. Вот эти ребята. Это малый и средний бизнес, СМИ так называемый, понимаешь? А вот они делают. Да, девушки? Девушки, кто смотрит у нас хача? Я смотрю. О, молодец. Два уже есть. Теперь я там буду в передаче. Все. Я крутой тоже теперь. Круто. Ну, все веселые, позитивные. Посоветуйте чего-нибудь ему. Ребят, а честно, вот скажите, вам нравится здесь работать? Это вот доставляет вам удовольствие или нет? Нет, конечно. Но если вот он не уволит вас. Я вообще никого не уволил за последние лет 5, по-моему. А смотрите куда-нибудь на сторону. Вот прям дальше амбиции какие? Чего бы хотелось? Ну, вкратце если. Нет, все без камеры. А вот у меня операторы. То есть, а вы сторонник чего? Нет, ну люди должны куда-то смотреть, иначе что-то ненормально. Но вы сторонник чего? Чтобы все было вот как-то позитивно, лично со всеми общаться, расслабленно? Я так, у меня нет дресс-кода, видишь. А как же фразы раньше 19.00, если уходят, я их ненавижу? Ну, там это отдельная тема. Это не ко всем относится. Это те знают, к кому относятся. И потом это каждый день. Если ты работаешь до 19.00 и каждый день ты уходишь до 19.00, я считаю, тебе надо увольняться. Ты можешь уйти в 19.00 один день. Второй день ты можешь уйти в 18.00, потому что тебе с женой в театр отпроситься. Сказать начальнику, слушай мне сегодня. Или в пятницу ехать в пробку, уехать в 5.00, мне не волнует. В другой день ты посиди до 9.00, до 10.00. Но если ты каждый день ровно в 7.00 уходишь, значит тебе вообще насрать на работу. Значит тебе надо уходить. Там выдернули из контекста. Развернуть это так. Человек сидит, отбывает штаны. Говоря про хачей, вот хач у меня сидит. Ты смотришь хачу? Да, я смотрю. Я знал, что тебе прилетит. А ты его знаешь тоже? Нет. Я пробежал, не русский. Нет, потому что Амиран мне когда пришел, сказал, он говорит, ему там кто-то написал на этих, говорит, куда ты пошел, он хачей не любит. Мне кто-то написал и представился, что сотрудник банка и сказал, Олег тебе не даст, он ненавидит хачей. Я прям так расстроился, думаю, блин, ну жаль, не получится интервью. А мне все время какие-то то прилепляют. Причем у меня две вещи, что я гомофоб есть и что я голубой. То есть я говорю, ну уж как-то определитесь. Или я пидор пишу, там Тинькофф пидор часто, а потом все считают, что я голубой. Сейчас если я это вставлю, еще скажут, что хачей ненавидит. Да, да, в том-то и дело. Или по-другому скажут, а у него одни хачи работать, потому что вот. Как тебя зовут, иди. Арсен, господи. То есть Арсен с Дагестана. Вот они прям рядом тут сидят. А чем занимаешься, Арсен? Продуктом? Продаешь? Нифига себе, первый дагестанский программист, я вижу, если честно. Это круто. В основном борцы, что ли? Борцы. Так что вот, я тут между двумя стою, обвинения напрасно. А сколько у нас, я не знаю, кто под категорию хачей попадает, сколько у нас хачей тогда? Не русских? Не русских, сколько? Достаточно. Не знаю, не считаю. У нас десяток есть? Ну да, не перепутанно. Кстати, это у нас главный разработчик мобильных приложений, Давид. Вот все, что вы видите. Дизайнер, господи, разработчик. Он рисует именно он, да. Внешний вид, интерфейс, вид, все, мобильные приложения. Прикольно. Мне тут ребята уже мотивируют установить, пользоваться. Ты знаешь, что нами не пользуются, только Альфа. А он не платит просто. Сейчас мы об этом поговорим отдельно. У нас сейчас вторая часть будет «Бизнес-секрет», а уже третья мы про бизнес поговорим. Здесь у нас аналитики пошли. Все молодые ребята. Это же Джипси, клуб Джипси, знаете? Они же туда идут тусить все наверняка потом. Сейчас спросим. Хипстеры? Ребята, мы вечером в какой клуб ходите? Джипси, наверное, да? Джипси. Пойти к нам сейчас в колл-центр. О, там это уже будет другое. А еще и другой этаж? Нет, у нас другое здание. У нас там еще работает 5000 человек. Это как бы центральный офис. А вообще все звонки, чаты, все. А сколько всего сотрудников? Всего 10 тысяч. 10 тысяч? Поэтому здесь, конечно, офис. Здесь, видишь, они умные аналитики сидят, что-то решают, продвигают. Вика, в какие клубы ходите тусить? Мы не ходим. Даже вы не ходите? А кто же ходит? Ну, я понял. Про клубы это нужно идти в колл-центр. Где вы этих трудоголиков взяли? И там мы, так сказать, уже найдем. А вообще просто, понимаешь, в России все просто. Люди не платят, а потом с людей требуют. У них зарплата просто еще высокая у всех. Я плачу еще много, конечно. Но они хотят дальше. Потом его начальник получает, там, я не знаю, полмиллиона. Он получает 200 тысяч. Стремится. А его начальник миллион в месяц рублей. То есть, они там как бы пытаются что-то. Да он, конечно, лукавец. Везде они, конечно, ходят иногда, наверное. Может, стесняются и так далее. Но это вообще все. Это, как правило, физтех, мехмат. Они выпускники таких крутых вузов, краснодипломники. И они особо никуда не ходят. Как быстро становится понятно, что сотрудник на своем месте или нет. И вы его, раз, и система его сама выкидывает, выплевывает. Слушай, у нас отбор очень сложный. У нас барьер входа высокий. К нам вот как раз Костя выходит. Он занимается наймом. У нас много, а у нас какой процент отрешен? Ну, то есть, он выходит. Там, если к нам попал, уже не уходит, как правило. Среди аналитиков был там человека три, который сами ушел. Вот я слышал, что 5-6% всего у нас уходит. Остальные все работают. То есть, настолько четко подбираются кадры, что... Вика, вы потом подождите, мы потом поговорим. Вика, Маша, вы потом подождите нас, мы поговорим. В стиле Макинзи. То есть, ты либо должен фигачить очень много дела, добиваться результаты, расти. Либо ты как бы не справляешься, мы встаем. Костя! Костя, иди сюда, пожалуйста. Ты в какой клуб ходишь ночью тусить? Ночью. В клуб хочешь начну? А что ты не ходишь? Ты выглядишь, как типичный посетитель джипси. Спросили про джипси, никто не ходил. А свободное время куда? В свободное время гуляю. На велосипеде катаюсь, на мотоцикле. Слушайте, ну очень светлые ребята. Очень светлые. Вот она Россия будущая. Я не знаю, на улице можешь записывать, подснять, как мы записывали бизнес-секреты, но мы закрываемся, туда заходим. Теперь меняемся ролями. Я даю интервью. Олег будет спрашивать. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно, что ты к нам пришел. Спасибо, что согласились. Ленка, в какой клуб ходишь ночной? Ты-то хоть скажи. В реке. Ну в какой? Джипси. Джипси? Молодец. Нашли мы. Ладно, удачи, спасибо. Спасибо. Все, Олег. Ой, Жень, отдаю тебя тогда? Ой, Жень, отдаю тебя тогда? Да. Спасибо. 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 Продолжение следует...